Всем привет! Сегодня у меня распаковка посылки Сайхерб, вернее даже практически полторы посылки. Итак, первый продукт, который я вам хочу показать, это отбеливающие полоски для зубов Крест. Первый раз я буду пользоваться такого рода продуктом. У меня зубы чувствительные, поэтому я не знаю, как все пройдет, но я планирую снять для вас, в общем-то, ролик или фотографии, посмотрю, может быть, какой-то пост сделаю с результатами до и после, если я вообще смогу их вытерпеть. Но я для себя решила, что я не буду держать их по 30 минут, как указано это в описании продукта. Я попробую по 15 минут, ну, по крайней мере, первый раз точно. Посмотрим, что это будет. Конечно, такой продукт не очень полезный для зубов, но ладно, попробуем один раз. Тем более, что я не планирую пользоваться ими все время. В общем-то, такой эксперимент. Мне будет действительно интересно посмотреть, насколько реально зубы отбелятся. Я не могу сказать, что мой родной цвет какой-то темный. Нет, достаточно нормальный цвет, но, возможно, будет голливудская улыбка. Что скажете? Кто-то пробовал уже? Интересно. Здесь 20 полосок на 10 этих самых процедур. Одна на верхнюю часть, одна на нижнюю часть. 3D White Strips. В общем, 3D белизна. Посмотрим. Все, буду пробовать, расскажу вам. Так, следующий предмет, что я тут купила, это энзимная пудра. Моя энзимная пудра уже под завязочку заканчивается практически. У меня Елизавета, я показывала на своем телеграм-канале пост именно про энзимные пудры. Зачем они нужны, кому они нужны. Я в этот раз взяла Petitify. Я ее уже знаю. Она классная. У меня были и патчи под глаза этой фирмы. И эта пудра энзимная достаточно хорошая. Она с бета-глюканом, с папаином, с ферментом, рисовым ферментом. И с экстрактом ласточканиного гнезда. Ну, в общем-то, не знаю, насколько все эти ингредиенты реально нужны. Основной ингредиент, это, конечно, энзимы. Да, энзимы из папаина и рисовые. Они как раз-таки нам помогают очистить весь этот белковый мусор, межклеточное пространство, вот эти старые клетки, чтобы кожа была гладкая, чистая, красивая, светилась раз в неделю, два раза в неделю. Вообще отлично. Я пользуюсь и мне очень нравится. Всегда имею такой продукт у себя, в общем-то, в моем арсенале. Вот. Здоровская. Есть еще Виш Тренд, но на момент, когда я покупала, ее просто не было на iHerb. Следующую я возьму Виш Тренд. Но это тоже здоровская. Так, следующий продукт я вам хочу показать. Это я взяла крем под глаза. Фирма Мэтт Хиппи. Предыдущую я брала Мэтт Хиппи сыворотку с витамином С. И она хорошая. Мне понравилась. Я на данный момент ей пользуюсь. Я решила попробовать крем под глаза. В принципе, зона под глазами, это не моя проблематичная какая-то супер зона. Но я предпочитаю какие-то увлажняющие такие кремы. Ну, может быть, немножко более питательные на вечер. В целом, самое главное для меня, чтобы они не конфликтовали с косметикой, либо с тональным кремом, биби-кремом, солнцезащитным, чтобы тут ничего в этой зоне не скатывалось. Значит так, здесь у нас, что производитель пишет, 17 активных ингредиентов. Основное, конечно, здесь присутствуют керамиды, там кто как называет церамиды, и неоцинамид также есть, и матриксил есть. В общем-то, состав неплохой. Фирма, в принципе, тоже хорошая. Так, сам крем идет в такой тупе 15 мл. Здорово, что он именно с дозатором, потому что в маленький крем 15 мл лазить пальцами, конечно, это не очень хорошо. Поэтому данный продукт здоровский. Так, сейчас я его попробую положить на руку, и вам покажу. Вот таким вот образом он идет не как гель, а именно как реальный крем белого цвета. Запах такой, знаете, цветочный. Мне кажется, как будто даже немножко медом. Или уже улетучился. Ой, у меня очень все плохо с бонянием. Такой, знаете, он прям, ну, такой питательный. Не сильно жирный, но приятный. Надо пробовать. Отзывы у него хорошие. Я надеюсь, мне понравится. Ну, могу сказать так. На вечер под глаза, в принципе, мне любой крем нравится. Мне важно именно, чтобы утром, когда, если я пользуюсь кремом под глаза, чтобы он, как я уже сказала, не конфликтовал с другими продуктами. Ну, нет, ничего, ничего. Вроде не липкий, впитался, но такой, знаете, питатель. Ну, не гель. В общем, не легкий гель, а крем. Ну, уже ничего не осталось. Ну, рука, конечно, не показатель. Расскажу вам потом свои впечатления, когда я им немножко попользуюсь. Интересно, интересно. Итак, следующий продукт, который я хотела показать, это будет, что же вам показать тут? Ну, давайте витамины. Я взяла мультивитамины в мишках, как обычно, как я люблю. Уже давно для себя я сделала вывод, что если я беру витамины в таблетках, то я их, ну, не могу никак пить. Я не знаю, у меня не получается в общем, их допить, пропить. Какие-то у меня постоянно отговорки. То я не хочу пить, чтобы их запить, то я, то у меня не время, то я не поела. В общем, в мишках самое то. Мой первый завтрак, так скажем, кофе и пару мишек вообще отлично заходят. Всегда я так делаю. Малиновый вкус. 100 мишек. 2 мишки на порцию. Соответственно, на 50 дней вам хватит такой в банке. Что тут из хорошего? Хотела я сказать про них. Они на самом деле, когда я еще при покупке сравнивала со своими жевательными витаминами фирмы Олив, Олив, в общем-то, они, конечно, здесь, они менее концентрированные, тут витамины, так сказать, поменьше. Но я решила их попробовать. Они зато побюджетнее. Цена у них пониже и побольше мишек. Ну, поскольку мне нравится пить витамины, то я их и пью. Что я могу сказать? Кроме этого, просто у меня есть еще какие-то витамины, которые я принимаю отдельно. Но надо смотреть, да, по дозировке. Ну, например, отдельно я всегда пью биотин. А здесь биотина мало. Поэтому как раз это хорошо. Отдельно я пью витамин Д3. Здесь витамина Д3 тоже нет. Поэтому это здорово. Магний здесь тоже в небольшом количестве совершенно. Магний на ночь я могу брать. Ну, в общем, такое. Кто любит витамины, вообще самое то. А я не знаю почему, я люблю. Может быть, это для меня плацебо. Но, в общем-то, каждый тратит на то, что он хочет. Правда ведь? Так, следующий продукт я вам покажу. Это Роден Сеул. С предыдущей посылки. Корейский бренд. Это бренд iHerb. iHerb. Это такая омолаживающая сыворотка. Я всё время смотрю не в камеру. В общем-то, это омолаживающая сыворотка. Я её уже попробовала. Она, знаете, всё-таки не в виде серума. Она как крем. Такая силиконистая, полупрозрачная. И хорошо ложится именно на кожу в виде крема. Я её даже ничем не закрываю. То есть, как будто такой лёгкий увлажняющий крем. Здесь 50 мл. Поэтому она прям как крема идёт. Потому что обычно все кремы дневные, они 50 мл и есть. Ну, такой интересный продукт. Ничего тут особенно на самом деле в составе-то и не прописано. Как такой увлажняющий. Что тут вообще пишут? Ну, как увлажняющий такой вариант. Но мне понравился неплохой. Особенно если будет по скидке, прям возьмите и попробуйте. Почему нет? Так, дальше. Дальше я вам покажу вот что интересно. Это коллагеновый серум для лица. Тоже фирмы с бренда iHerb. Азелик. Я вам скажу такую вещь. Мне вообще к бренду iHerb какое-то двоякое впечатление. Потому что Дерма И тоже, по-моему, бренд. Да, это бренд iHerb. Мне не понравились два продукта. Это и гидрофильный бальзам. И этот тоник с кислотами. Почему-то мне не понравилось. Вот. Азеликом тоже такая произошла вещь. Я заказала в предыдущей посылке. Но начала пользоваться буквально пару дней назад. Когда я его открыла, у него был достаточно странный запах. Вот смотрите. Вот такая матовая консистенция. Белая, да. Он жиденький. Хорошо распределяется. Но запах... Еще раз я понюхаю. Запах, знаете что? Какой? Как будто вы заходите в новый мебельный магазин. Ну что-то такое дерево, клея и еще каких-то таких предметов. Это нам, как мне показалось. Но потом запах расходится и становится больше, знаете, похож на какой-то... Может мята. Странные, да, у меня сочетания. Вот. И я что сделала? Я не стала им пользоваться. А написала вопрос. На iHerb, знаете, можно там написать вопрос. Я задала вопрос, какой консистенции данный должен быть серум и какой у него запах. И мне написали, что да, действительно запах не очень приятный, консистенция такая вот матовая, полупрозрачная. Потому что я что-то уже на консистенцию стала грешить. В смысле не на консистенцию, а на цвет, да. И тогда я решила все-таки попробовать. Он очень гладенький, хорошо впитывается. Опять же, ну коллаген. Я все-таки за коллаген, чтобы принимать его вовнутрь. Собственно, что я и делаю. Но, просто как серум для лица, почему бы нет? Здесь 30 мл. Я его также брала по скидке. Как раз на бренда iHerb были скидки. Кстати, я частенько оставляю в своем телеграм-канале всевозможные, когда ссылку посылаю, когда есть какая-то скидка на определенные товары. Ну, по крайней мере, стараюсь. Вот. Я его взяла по скидке. Вообще даже очень хорошо. Почему бы нет? Я сейчас на данный момент стала пользоваться им утром, а серумом Mad Hippie, который я тоже приобрела, вечером серумом с витамином C Mad Hippie. Так. Все. Неплохой, неплохой. Дальше. Что я вам расскажу? Ну, в принципе, у меня осталось тут 3 предмета. Знаете, что я взяла? Я взяла 2 нити для зубов. Очень бюджетные. Относительно Израиля. Потому что, в Израиле, если я беру Coolgate, она около 30 шекелей. По-моему, около 28 шекелей стоит. Тут как бы не бюджетно, просто для зубной нити. Данные 2 ниточки, это значит, одна органическая нитка, здесь целых аж 50 метров. И она, короче, я не помню, какая из них сколько, но одна стоила в районе 10 шекелей, другая в районе 13 шекелей. Ну, вы понимаете, то есть это даже меньше, чем купить одну нить Colgate. Какие-то у нас в Израиле еще есть нитки типа как-то Jordan, еще какие-то, я даже не помню. Но они все расслаиваются. Посмотрим, как эти работают. А вторая нитка, кстати, с маслом чайного дерева. Здесь уже сколько метров? 45 метров. Тоже хорошая, да? Ну, посмотрим, как они будут реально на вкус и на работу свою. Дело в том, что у меня у ребенка, у него как бы и молочные зубы уже новые растут. И мы ходили к врачу зубному, и он сказал, что нужно, конечно, ей именно зубы плотно стоят, и новые растут, и нужно обязательно ниткой чистить. Но с ребенком это такое, она просто эту нить вытаскивает метрами, в общем, рвет ее, выбрасывает, поэтому просто не напастись. Так, последний предмет, который я хотела показать, это помадка Ильф. В общем-то, не знаю почему, но я решила ее забросить в корзину и просто попробовать. Просто какой-то бюджетный бренд, Ильф, я даже не знаю, на самом деле, что это такое. Я взяла цвет натурал, натуральный блондин, в общем, натурал. Я, конечно, думала, что она потеплее, но она все-таки оказалась в холодинку, розовинку. Я специально ей сейчас накрасила, перед тем, как начала снимать видео. Вот таким образом она и выглядит. Немножко холодная розовая. И, кстати, я взяла и так на щеки ее намазала, я так люблю делать. Ну, бросить с собой в сумку и таскать, вообще, милое дело. Вот, смотрите, она вот такая. Сейчас я вам ее накрашу. Она пишет, что она матовая, но на самом деле она не прям матовая. Она такая немножко... Ой, я не знаю, как это вам показывать. Она такая кремовая. Без блесток, без блеска, но немножко она глянцевая, сатиновая, вот так сказать, да, наверное. То есть, она не прям что матовая. Я люблю, когда можно так губы накрасить вообще без зеркала и побежал. А можно еще на щеки по точке поставить. Вообще, замечательно. Но, конечно, холодненький, да, видите, цвет холодный, не теплый. Мне кажется, все-таки с названием натурал должно быть что-то более теплое, потому что это не совсем натуральный цвет. Но неплохой, тем более, что стоит на там вообще какие-то сущие тоже небольшие деньги. Все, что я вам хотела показать. Все, спасибо всем за просмотр. Такие продукты я купила. Я оставлю под видео ссылочки на все, что я купила. Если кому-то что-то понравится, покупайте. По прошествии времени, когда я всем этим попользуюсь, я, может быть, если что-то мне супер понравится или супер не понравится, я к этим продуктам вернусь и вам про них напишу в своем телеграм-канале. Все, всем пока. Хорошего вечера, дня, времени суток, когда бы вы не смотрели мой ролик. Бай, чао.